Михаил Игнатьев проинспектировал ход капремонта домов столицы региона и городе Спутники. В этой пятиэтажке по улице Энгельса меняют водопровод, электросети и отопительные системы. За последние годы жильцы внесли в республиканский фонд порядка 700 тысяч. Ежемесячно за капремонт 250 рублей где-то платим. Ежемесячно, это не так много. Но зато в нашем доме сейчас почти все коммуникации поменяли. А по ремонту фасада это производили по муниципальной программе, где софинансирование производили сами собственники помещений. Если мы берем капитальный ремонт, то от начала до конца все надо сделать, чтобы к этому дому больше не возвращаться. Как сами жители оцениваете проведенные работы? Мальчики молодцы, аккуратно работают. Ремонт этому дому и действительно был необходим. Здание возведено более 50 лет назад. Завершить работы подрядчики намерены до конца недели. Демонтажные работы проводим с подъезда, выдалбливаем стены, потом так же закладываем, штукатуем, шпаклюем и красим в цвет подъезда. В квартирах уже появились новые стояки и батареи. Сами жильцы позаботились о безопасности своего имущества, установив комплекс видеоконтроля за подъездами и двором. Не дай бог, избили вот кого-то там еще что-то и сразу полиция в час ночи приезжает или мама прибегает, запись даем. Жильцы дома обратились к главе региона с просьбой включить в план ремонта и кровлю. В Новочебоксарске набирает обороты программа капитального ремонта дворовых территорий. Из бюджета города направили более 10 миллионов. В плане порядка 20 адресов. Ну то, что дороги сделали, чувствуете, нет? Чувствую. Улегче стало? Чувствую. Очень замечательно. Не спотыкаетесь? Замечательно. После ремонта облик дворов улучшается. Здесь меняют асфальт, бордюры, оборудуют игровые комплексы. Горожане поднимают вопросы и по обустройству стоянок для машин. Мы лучше вот дворовые территории, тротуары должны проложить, а они готовы вложиться, допустим, пускай укладываются и делают экологические парковки. Михаил Игнатьев предложил по опыту Чебоксар запустить и программу ремонта балконов. Эскизные проекты вы давайте. Один вариант, второй вариант, 10 вариантов. Жители многоквартирных живых домов пускай от этих эскизных проектов выберут, какие балконы у них должны быть. Проблема муниципалитета – стихийные свалки. Горы мусора даже у стен кинотеатра. Заметно, что здесь не убирались давно. Здесь все выбрасывать, кому не лень. Каждый раз вот эту у нас площадку все засоряет. А вот, пожалуйста, опять бросили. Упасите, боже, это на Чебоксар или что? Добрый день. К арендаторам муниципальных объектов возникает немало вопросов. Так в одном из кафе Михаил Игнатьев указал на нехватку местной продукции. Хотел он деньги оставить? Вы мне говорите, Волжанка – это чувашская вода. Это абсолютно ложь, соответственно. Это вода, которая привозится, соответственно, в Ульяновской области и разливается. У нас достаточно сейчас в ассортименте минеральных вод. В сфере муниципального имущества глава администрации города пообещала навести порядок. На контроле Михаила Игнатьева и подготовка к отопительному сезону. Эта котельная перешла на баланс столичного предприятия «Теплосеть». Все, в принципе, объекты готовы к началу отопительного сезона. Команды готовы, да? Да, есть. Но в ближайшие годы котельной понадобится и капремонт. Делали ремонт котла, буквально закончили две недели назад. Первый котел отремонтировали, потолочный экран. Там все, где упорки что-то нет? Там и на трубы были заменены. Износ тоже большой был из труб. Глава региона отметил, что для поэтапной замены сетей муниципальному предприятию окажут финансовую поддержку. Дмитрий Ковалев, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика.